В двух словах о ситуации в стране, что касается вашего сектора работы, Следственного комитета. И во-вторых, скрывать нечего, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот это политические дрязги и неурадец, которые у нас происходят в момент выбора, послевыборный период, они вскрыли ряд недостатков, может недоработок в разных системах управления, органах власти. Что показывают эти события с точки зрения Следственного комитета? Какие уроки нам необходимо из этого извлечь? Вот две проблемы, ну и те вопросы, которые у меня на контроле по уголовным делам, которые имели общественный резонанс. Уважаемый Александр Григорьевич, Следственный комитет Республики Беларусь в этом году спокойно, планомерно исполняет свои задачи по предназначению. Так получилось, что на фоне, как вы сказали, этих общественно-политических мероприятий, эпидемиологической ситуации, уровень преступности в стране, тем не менее, снизился примерно на 8% по сравнению с предыдущим годом. Соответственно, и нагрузка на Следственный комитет таким образом уменьшилась на этот же объем. А какие преступления настораживают больше всего? Должен сказать, что отчасти изменилась немножко структура преступности, и крен произошел в сторону преступлений в сфере информационных технологий. Это такая тенденция последних лет. Количество этих преступлений неуклонно растет, и правоохранительный блок тоже переориентировался на то, чтобы и раскрывать подобные преступления с помощью тех же информационных технологий.